В одном из прошлых видео мы уже познакомились с пятеркой многодетных российских актрис, о которых многие забывают. А теперь перейдем к мужчинам, которые сумели не только построить актерскую карьеру, но и стали многодетными отцами. Сергей Горобченко У Сергея Горобченко завязались романтические отношения со своей однокурсницей Александрой Флоринской еще во время обучения в Ленинградском государственном институте театра музыки и кинематографии. А в 1997 году на свет появился их первенец, сын Глеб. Однако Сергею и Александре не удалось сохранить семью, и когда их сыну исполнилось пять лет, актеры расстались. Следующей женщиной, которая сыграла важную роль в жизни Сергея Горобченко, стала актриса Полина Невзорова, дочь известного телеведущего Александра Невзорова. Свадьбу пара сыграла 22 ноября 2008 года, а всего через несколько дней, 26 ноября, на свет появился их первый ребенок, сын Александр. А через пять лет Сергей и Полина обвенчались, буквально спустя пару месяцев после общения на тему венчания с Людмилой Поргиной и женой Николая Караченцева. Сейчас в семье подрастает уже пятеро детей, трое сыновей и две дочки. И нужно отметить, что несмотря на плотный график, актер присутствовал на родах каждого из своих пятерых детей. Игорь Петренко Игорь Петренко встретил свою первую жену Ирину Леонову в Щепкинском училище. В этом браке, который закончился разводом в 2004 году, дети так и не появились. Однако теперь и Игорь, и Ирина являются многодетными родителями. В 2016 году актриса Ирина Леонова вернулась на сцену малого театра после декретного отпуска, длившегося более 10 лет. А в декабре 2017 Игорь Петренко также возвратился в Малый театр, где оба актера задействованы в спектакле перед заходом солнца Гауптмана. В сериале «Московские окна» и его продолжении «Лучший город земли» партнершей Игоря Петренко была Екатерина Климова. Актеры, играя влюбленных, перенесли свои экранные отношения в жизнь. И в канун Нового года, 31 декабря 2004, молодые люди официально оформили свои отношения. В этом браке Екатерина родила двоих сыновей, Матвея и Горнея. Также в семье подрастала дочь Екатерины Елизавета от прошлого брака актрисы с Ильей Хорошиловым. Эти отношения стали очень плодотворными по части совместных киноработ, однако спустя почти 10 лет актеры развелись. На съемках картины «Огонь для Олимпиады», которая так и не вышла в широкий прокат, Игорь Петренко познакомился с актрисой Кристиной Бродской. Девушка младше Игоря на 13 лет, но ее мудрости и терпения хватило, чтобы поддержать своего избранника и пережить вместе с ним тяжелые времена. В 2016 году в Калининграде Кристина и Игорь зарегистрировали свои отношения в кругу самых близких людей, а спустя несколько дней и обвенчались. Сейчас у пары подрастает три дочери – София Каролина, Мария и Ева. Николай Иванов Со своей будущей женой Натальей Матеевой Николай Иванов познакомился в московском ТЮЗе. Актеры считают, что именно Генриэта Яновская, которая поставила Наталью и Николая партнерами в спектакле «Вкус меда» стала для них свахой. Отношения молодых людей развивались плавно и какое-то время были просто дружескими, ведь Наталья на тот момент была в отношениях с другим человеком, а Николай переживал расставание после непростых отношений, которые сам актер называет психологическим триллером. После того, как Наталья поставила точку в своих прошлых отношениях, актеры стали жить вместе, а уже через какое-то время на свет появилась их дочь Аглая. Через год после ее рождения Николай и Наталья просто расписались в ЗАГСе, а еще через год обвенчались в церкви. Сейчас в семье подрастает пятеро детей – Аглая, Фома, Пелагея, Дуняша и Игнатий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова